Дюшене и Полем Дюшене, они станут олимпийскими чемпионами. Таковы условия сейчас, таковы правила, таков расклад сил. Но есть шанс, какой шанс у Дюшене, если Майя Усова и Александр Журин опередят Климову и Пономаренко. И вот сейчас их выступление, москвичи, ученики Натальи Дубовой на льду, и от их выступления зависит многое, если не все. На музыку Вивальди композиция. КОНЕЦ 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 Прекрасное выступление. И все-таки, как специфистные артисты, они не показывали своего разочарования. По мнению многих специалистов, их оригинальный танец был одним из лучших. А ценен он был ниже, чем оригинальный танец. Оригинальный танец только французов. И в какой-то степени спортсмены понимают, что они становятся, ну, если не жертвами, а то пешками в игре. Игре судейской, в которой будет идти борьба за один единственный голос. И скорее всего, это будет голос канадского арбитра... Уильяма Маклэхва. Прежде он отдавал предпочтение Климова и Пономаренко И даже отдавал предпочтение Усову и Жулину Как-то ему сегодня придется не сладко Но судя по тому, насколько он входит в разногласия с остальными арбитрами В частности, в оценке французского дуэта Маньот-Лаванши Человек такой со собственным мнением и твердо его придерживающийся Высокие оценки, но оценки, которые, 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 ну я бы сказал, оставляют все-таки возможность для того, чтобы их опередили Вы понимаете, к чему я клоню Я еще раз напоминаю условия игры Только в том случае, если кто-то обыграет Климова и Пономаренко помимо французского дуэта Французы станут олимпийскими чемпионами В обратном случае этого не произойдет Моя Усова начинала в Горьком Рядом со мной сидит моя коллега Наталья Соловьева, которая всегда мне грозит кулаком Не надо называть возрастом